Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... На месте убийства Белоусова найдена видеозапись. Сомнений нет. Убийца Антон Петров. В квартире Корецкого проводят обыск. Цыган сообщает Мелешину, что пропала Некрасова. Мелешин и цыган едут к ней в офис. В начавшейся перестрелке цыгана убивают. Я только подтолкнул пистолетом. Он накинулся. Я не хотел. Что, сильно изменились? Вы здесь такие дружные. Пока. До нового века осталось два года. Ты считать не умеешь? Год. Ага. А, сейчас. Двадцать первый век наступит в две тысячи первом году. Нет. Двадцать первый век наступит в двухтысячном году. Владимир Александрович, как вы считаете? Как это ни странно, но Антон прав. Хотя он и мой сын. Хорошая фотография. Веселые, дружные. Один застрелился. Другого зарезали. Третьего чуть не отравили. Четвертый тоже в морге. Забавно. Вы находите? А вы нет. Послушайте, Галина, у меня к вам предложение. Давайте не будем заниматься интеллектуальным единоборством. Вы же прекрасно знаете, о чем я спрашиваю. Или может мне самому рассказать вам? Расскажите. Про что? Про то, как вас кинули с этим кабелем? Или может про то, как вы всех кинули с этим месторождением? Откуда вы знаете? А вы знаете, Галина? Про вас ведь кино снимается. Вас играет Ксения Короленко. Ксюша играет меня? Это меня играет. Смешно, правда? А что вам все смешно? А кто Женю брает? Некрасова? Один молодой артист. А почему Петров убил Белоусова? Кстати, у него на теле нашли 16 ножевых ранений. Не волнуйтесь. Не 17. Всего лишь 16. Так, а вот, громко кричала Галя, ты же убил его, ты же его убил. Неплохо написано. Какой накал драматизма, трагизма, я бы даже сказал. Только мне что-то подсказывает, что все было не совсем так. Или вернее сказать, совсем не так. Или может я ошибаюсь? Ну да, никто не виноват, а я всех подставил, да? Слушай, Аркаша, а может это ты нас всех, а? Хватит пить. Да ладно, Галка. Ты же знаешь, я не пинею. Ну, в таком случае хотя бы нам предложи. Пей. А то нехорошо в одну глотку-то. Ребят, соберитесь. Нам нельзя ссориться и расслабляться. Мы должны забывать, что у нас все оформлено на Женьку. Мы пока не под ударом. Нужно это как-то использовать. Ну, что ли, поактивнее нам быть. Пока он под колпаком, мы мы должны ну, поактивнее действовать, что ли. А, кстати, где он сейчас? А давайте действительно выпьем. По чуть-чуть. Где у тебя стаканы-то? А, ладно. За нас. Чтобы, наконец, весь этот ужас закончился. Угу. Ну, что там у тебя, Тошка, завела? Рассказывай, не интригуй. Есть одно дело. Один очень странный телефонный звонок. Что за звонок? Кто ему звонил? А это вы у него спросите. У Петрова. Найду, спрошу. Хорошо, дальше. Громко кричала Галя. Привет. Ну, чего смотришь? Заняться мне хочешь? Э, ну, может, я хоть брюки сначала наден, а то как-то неудобно перед людьми. Ты, ты че разделал? Нет, он надарил его всего один раз. Всего один раз. Ты что наделал? Мамочка, убил же. Что ж теперь? Господи, как больно. Возьмите скорую, ну. Ну, что вы стоите, как истуканы. Вытащите из меня эту штуку. Какой удобный момент, да? Все ниточки сходились на Некрасове. Нет Некрасова, нет дела. А этот слюнтя не дорезал, да? Надо было помочь. О, Господи, как же у вас все это гнусно получается. По себе мирить. Я не знаю. Я не знаю. Я друзей, а тем более мужей, не убивал. Вот вы говорите, вам очень эта фотография понравилась. А вы знаете, что с нее все началось? С того самого дня. Знаю. Знаю. Вам Петров тогда первый кредит устроил. Да я, собственно говоря, не об этом. А, вы Некрасове. Некрасове и… Что? Об этом тоже в вашем сценарии написано. Наверное, очень красивая сцена. Очень трогательная. Ах, как трогательная. Ахи, вздохи. Да меня до сих пор от этого трясет. Я не понимаю. Он же… Лучше бы я тогда умерла. Да я тогда на самом деле умерла. Давай сюда. Жень, ты чего? Я все. Ты что? Ты что? Я никогда не думала, что ты такой. Какой? Ну? Ну, какой? Ты мне посмеешь. Что ты делаешь? Что ты делаешь? Что ты делаешь? Я тебя люблю. Тебя люблю я. Понимаешь? Ребята, услышали, я тебя убьет. Никто меня не услышит. Я не понимаю. Он же вас, простите, изнасиловал, а вы за него замуж. Что ты наделал? Что ты наделал? Я все правильно сделал. Все как надо. Не реви. Я все скажу ребятам. Ну, и чего будет? Я им, я им все скажу. Жалко. Ну, не надо. Дурочка. Галь, ну, я тебе умоляю. Ну, не надо. Ну, мы же не дети. И я готов. За свой поступок я отвечу. Ответишь. Ты за все ответишь. И вы ждали? Столько лет ждали. Вызовите скорую, ну. Ну, что вы, стоите, как истуканы. Да тише. Вытащите от меня эту штуку. Тише, не кричи. Сейчас я тебе помогу. Ну, вот и все. Галя, милая. Что? Ты ее послышишь? Тихо. Ты вас услышишь? Никто вас не услышит. Руки помой. Опечатки сотри. Алло, милиция. Произошло убийство. Значит, Петров понял и мстил. Но Белоусов денег не брал. Или брал. К черту сценарий. Думай сам. Расскажите мне про Петрова. Про кого? Про Петрова старшего. Вы приходили к нему с Белоусовым за пленками, с записями ваших разговоров в прокуратуре. А через несколько часов он умер. Это вы подложили отравлен фильтр? В трубку. Я не знаю ни про какие пленки. Перестаньте. Эти пленки сейчас лежат в отделении милиции, в сейфе. Белоусов до них, как вы понимаете, уже не доберется. Это же по ним весь сценарий и был написан. Я не знаю ни про какие пленки. Ни тем более про отравленный фильтр. Оставьте меня в покое. Расскажите мне про Сабанова. Вы все в один голос твердили, что его кто-то убил. Кто? Тогда расскажите мне, почему всю выручку вы отдаете бандитам. Спасибо за помощь следствию. Это очень ценная информация. Антон. Почему он взял на себя убийство Некрасова? Он же не убивал его. Ну вот, приехали. Вы извините, я вас до дома не могу подбросить. Боюсь, что бензина не хватит. Вы что, специально? Ну что, я вас подбросил, сейчас еду на работу. А разве вы не должны были меня арестовать? Так мне даже постановление не на чем выписать. Извините. Алло, шеф. Но я же призналась вам в убийстве. Это вы молодец. Это вы хорошо сделали. Да. Я вызову вас повесткой для дачи официальных показаний. Или приходите сами. Мы работаем с восьми до пяти, без выходных. А сейчас, извините, у меня дела. Хорошо. Хорошо, я вам все скажу. Тулика, я прошу вас, поехали. Ну, вот это другой разговор. Алло. Они уезжают. Что делать? Я хочу сразу предупредить, Калина. Вы даете показания против себя. Может, вам адвоката вызвать? Нет, не надо. Все в порядке. Тогда чайку. Курить у вас можно? Вам все можно. За чистосердечное признание бонус полагается. Что вас интересует? Все. Все по порядку. С того самого сказочного подарка в миллион долларов. Деньги мы тогда куда только не пытались пристроить. Вернее, они пытались. Для них-то вообще было как игра. Но вы же помните то время. Кредиты брали прямо из-под ног. За смешные проценты. Не помню. Я не брал. Идею с кабелем предложил Белоусов. А Белоусову его отец, а отцу пропавший без вести генерал связи. Так? Ну да. Прибыль от сделки должна была составить какие-то бешеные проценты. Ну а что из этого получилось, вы знаете сами. Да, знаю уже. Деньги тю-тю отдавать надо. А заработать за год миллион долларов. Сами понимаете. Честно говоря, даже не представляю. Мне бы где-нибудь четыре штуки заработать, чтобы машину поменять. Но это я так. Ладно, продолжайте, продолжайте. Второй кредит выцепил Аркаша Белоусов уже через своего отца. И не миллион, а пять. Правда, и условия уже были другие. Мы тогда выплатили проценты по первому кредиту на три года вперед. Проговали компьютерами, детским питанием, ну в общем так, по мелочам. Кем уху? Даже не могу точно сказать, Анна, идея в воздухе носилась. Кто-то слово сказал, кто-то добавил, и потом детали. Схему придумал Сабанов. Сабанов и Белоусов. Белоусов помог оформить две фирмы без проволочек. Одну на Женю, другую на Сабана. Три фирмы, фирмы однодневки. Документы безупречные, концы в воду. А, сохранился список сотрудников? Да, дома. Я вообще все документы дома храню. А вот с этого места, давайте поподробнее. С аукционом, как раз все, удачно получилось. Компанию продали американцам в три дня, выручили 450 миллионов долларов, расплатились с первым кредитом, отдали два взноса за второй. А потом? А потом решили вернуть долги. Ну что, господа, мы заработали достаточно денег, и я предлагаю сейчас, не откладывая в долгий ящик, заплатить проценты по всем нашим кредитам. Да, с Седом отдаем долг в первую очередь, и забываем про него, как страшный сон. И вообще, с бандитами больше никогда и ничего. Ну, а мы кто? С Игорёк, не парься, мы уж тоже бандиты. А ты не слушай. Да, алло. Ну что, давай? Как? А вы проверили? А Кипр? Чепуха какая-то. Хорошо, мы сейчас сами проверим. Чего? У нас проблемы. Деньги исчезли со счета. Кто звонил? Бухгалтер. Да нет, это глупость какая-то. Надо все проверить. Идемте. Ты останься. Так, спасибо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что это такое? Не понял? Может, что-то сбилось? Надо попробовать еще раз. Ох, извините, я думал, вы закончили. Деньги исчезли. Исчезли, и все. Счет пустой. Сумма переведена в другой банк, какой неизвестно. Кто? А может быть и ты. Мы тогда все на Собанова подумали, потому что он занимался банковскими транзакциями. А что, только Собанов знал? Номер счета и пароль? Да нет, номер счета знали все. А пароль знал каждый только свою часть, чтобы никто друг друга не мог кинуть. Но схему-то придумал Собанов, и поэтому он мог оставить лазейку. И что было потом? А буквально через день нам всем пришли повестки из прокуратуры. И нас всех по очереди стали таскать. Расскажите о своих партнерах. Они мне не партнеры, а мои друзья. Я вот только не знаю, это юридический термин «друзья». Юридический, юридический. Так вот, о своих друзьях могу сказать только самое лучшее. У Данте в божественной комедии в последнем девятом круге ада сидят предатели. Их три вида. Предатели Родины, родителей и друзей. По Данте, предательство дружбы, грех более страшный, чем предательство Родины и родителей. А почему? Потому что друзей мы выбираем сами. А у нас с четырнадцати лет такая дружба. Не разлей вода. Правда, мы с Галиной ее чуть не порушили, но ничего, выставил. Вы поссорились? Да нет, мы с Галкой поженились. Ну, представляете, столько парней. Их всего лишь одна девушка, а женилась на ней я. Ну, согласитесь, серьезное испытание для дружбы. Значит, у вас семейный бизнес. Да, мы настоящая большая семья. Да вы не улыбайтесь, я не в пошлом смысле. Вы, наверное, про шведскую семью подумали? Нет, нет, я ничего не подумал. Подумали, подумали. Но Антон женат. У Саванова уже двое детей. Аркаша Белоусов вот-вот пригласит на свадьбу. Галина Юрьевна, давайте вернемся к нашему делу. Я вот все по поводу вашей фирмы 5+. Ну да, это ужас. Но бывает, бывает. Ведь все рыночная экономика, это не только бешеные деньги. Это и борьба, и, увы, банкротство. Да, семейка. Нечего сказать. Но у нас есть враги, мы дома их поискать. Так вы считаете, что вашу фирму обанкротили враги? Ну, скажем мягче, конкуренты. Это ведь Петров-старший предложил вам записывать все допросы? Ну да. А потом кассеты у него остались. Если бы мы только знали, что он их будет так использовать. А что было, когда вы пришли с Белоусовым к нему за кассетами? Да ничего не было. Мы пришли за своими кассетами. Ребята, вы не обижайтесь на меня. Но кассеты я вам не отдам. Как это не отдадите? Вот так это не отдам. И ты, Аркаша, не смотри на меня так. Я тебя не боюсь. Кофе или чай. Галя, что с вами со всеми случилось? Я приехал через два часа после вас. Он умер при мне. Как думаете, кто бы его мог отравить? Вот кому сейчас это было бы выгодно? Но это не я. Это правда не я. Честное слово. И не Белоусов. Это точно. А кейс с деньгами, которые вы мне подсунули? Вы к этому тоже не имеете отношения? Видели бы вы, во что мою квартиру превратили. Я не знала, я правда не знала. Я позвонила Белоусова, сказала, что вы хотите со мной встретиться. Он приехал и... Это была его, целиком его инициатива. Вам бы за него замуж выйти. Если вы сейчас же не извинитесь... Простите, простите. Хотите пива? Это тряпка, тряпка. Ничего страшного. Что такое? Сейчас. Присаживайтесь. Извините. Надо же. Стоит всего на двадцатку дороже и не течет. Этого про что? Тушь. Про тушь. Расскажите мне про Собанова. Вы все твердили, что это не было самоубийство. Его убили? Да. Кто? Кто? Мы. А расскажи-ка нам, Игорюша, как это так вот... конкуренты смогли нас красиво пробросить, м? Ты же наш мозг. Витя-то ты предложил эту схему. Я помню, как ты говорил, не волнуйтесь, ребята, я вас всех выведу. Твои слова. Ну так куда ты завел нас, Сусанин герой? О? Ну и гнида ты, Аркаша. Я даже не знал, что ты такой гад. Ты не знал. А может быть, вы тоже не знали? А ведь это я, гад, приволок сюда бабки. Это я, гад, жопы ваши прикрывал, пока этот доморощенный Робин Гуд пытался нас всех защитить. Ребятки мои, да ровно через неделю нас всех по очереди станут отстреливать. Тупо, методично убивать. Седой. Ого. Да, Антош, Седой. Ведь денежки нужно с процентами возвращать. Подождите. Половину долга мы ему отдали. Давайте попробуем поговорить с ним. Может, он поймет. Поговорить? С кем? Вы даже не поинтересовались, у кого я деньги эти брал. Он не банкир. Он, он не гангстер даже, он отморозок. Ребят, я вот думаю. Да что ты думаешь? Ты уж и надумал. Ну, может, нам надо честно во всем признаться? Официально объявить себя банкротами. Ну, что они сделают? Ну, потащат нас в суд. Ну, опишут имущество. Галя, золотце. Это не те люди, которые в суд тебя потащат. Они упакуют тебя и будут резать маленькими кусочками. Им плевать, банкрот ты или нет. Их интересует только одно. Деньги. Понимаешь? Деньги! С чего ты предпочитаешь начать? Мизинчик? Ушко? Ну, перестань! Закрой рот! Я знаю. Я знаю, что он сделает. Он соберет все эти денежки наши, семейку свою развеселую подмышку и свалит отсюда к чертям собачку. Это ты нас подставил. Ты деньги наши вывел, падла. Значит, все так думают. Пойдем, Галя. Поздно уже. Я вас подбошу. Я вас подбошу. Я вас подбошу. Я вам подбошу. Я вам подбошу. Я вам приюсь. Я вам пом Тихо. Я вам подбошу. Ребята, подождите, я, кажется, телефон забыла. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Срок мотать. А деньги нам все равно пришлось выплачивать. И Собану в этом отношении повезло. Его семью не тронули. А нас всех ободрали до нитки. Антона. Зона ждут. Там его прикрывали даже. Зачем? Зачем? Ну, если бы он нас тогда с Аркашей сдал, всех троих бы посадили. А кто деньги возвращать будет? А так он сидит на зоне, а мы тут. Горбатимся. Я квартиру продала. Поганы. Цех водочный держу. Аркаша тоже какими-то махинациями занимался. А все равно хватает только на то, чтобы проценты вернуть. Значит, деньги не у вас? Значит, у Антона. Не помешал? Нет. Ты просил на квартире у Петрова засаду оставить? Ну. Ну, тут такое дело. В общем, Петров заявился, а у Ксении как раз этот был актер. Как его? Максимов. Вот он самый. Ну, короче, наши ломанули, и Петров вскочил, а этому актеру ножичек в горло так подставил. И все. Где? Там, там. Антон! Ну, все. Я пришел. Опустите оружие. Привет, Серега. Вот ведь какая ерунда получается. Антон, ну ты чего? Отпусти его. Привет, Милеша. Вот только тебя и ждал. Ну, все. Я здесь. Это я Белоуза убил. Я знаю. На месте стою. Стою. Знаешь, за что? Тоже знаю. Только это не он остальные шестнадцать дырок сделал. А кто? Галина. Она сейчас у меня в кабинете. Ошибся. Понимаешь? Ошибся я. Папа знал, перепутал, да? А что ты смеешься? Может, ты меня отпустишь? Что такое, раз тебе так весело. Не везет и как с этим бороться, понимаешь? Потрясающе. Милеша, хочешь, я тебе расскажу, что такое не везет? Расскажи. М? Только ты на месте стой. Не двигайся. Ладно? Было у меня четыре друга. Ну, первого мы совместно довели до самоубийства. Второй переспал с моей женой. Третий, четвертый. Усадили меня в тюрягу. У меня была жена. Ты знаешь, я очень любил. Правда. А она переспала с половины города. С тобой успела? Говори. Я, я не могу отвечать на такие вопросы. Успела, успела. Вот видишь, у меня был отец. Я его очень уважал. И старался брать с него пример. Он умер. Думая, что его сын вор и убийца. Весело, правда? Вот. Слушай, даже вот этот смазливый Альбертик, а? Стой, Милеша! Стою. Он играет не меня, а Игоряш. Представляешь? Слушай, Милеша, ты вроде хорош парень. Поверь мне, я очень от этого устал. Ну, а теперь я покажу, как с этим бороться. Смотрите все. Может быть, кому-нибудь когда-нибудь это и пригодится. нет, Антон. Опа! Нет. Антон! Стой! Зачем ты только написал этот сценарий, Медведь? Не буду. Слушай, я меч Продолжение следует...